МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Елизаветы Хмелёва. Смотрите в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На очередном заседании обсуждали члены антитеррористической комиссии. Открывая совещание, глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что в республике сохраняется стабильность. Но вопросы антитеррористической безопасности должны быть под постоянным контролем. Важно найти болевые точки и вовремя их устранить. Свои действия правоохранительные органы отрабатывают на учениях. Условные ЧП помогают выявить проблемы. На них призвали заострить внимание. Под контролем объекты массового пребывания и общественный транспорт. Защитить от непредвиденного необходимые горожан, которые проживают вблизи электростанций, газопроводов и бензозаправок. Мы проводили учения, и правоохранительные органы, прежде всего, в лице или под координацией Федеральной службы безопасности, тоже проводили эти мероприятия. Мы выявляем слабые свои места. Каждый отраслевой министр по своей отрасли знает. Каждый руководитель организации знает. И самое главное, я считаю, и хочу это отметить и подчеркнуть, все те слабые места, которые мы выявляем, надо их устранять. Груда металла вместо машины и двое погибших. Накануне состоялись похороны жертв страшной аварии, которая произошла в Чебоксарах на проспекте Максима Горького. Информация о том, что виновник аварии скрылся с места трагедии и, возможно, был пьян, всколыхнула общественность. Подробнее Ольга Пырочкина. Эти кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения на проспекте Максима Горького. Иномарка на огромной скорости сзади сталкивается с ВАЗ-2114. Проезжавшие мимо водителя тут же поспешили на помощь. По кадрам видно, никто из очевидцев не проигнорировал ситуацию. Однако пока свидетели о ДТП переворачивали машину и вызывали скорую, виновник аварии, судя по всему, решил, что справится и без него. На правительственном сайте республики опубликовали следующую информацию. Водитель «Форд Фокус» и пассажир скрылись с места ДТП. Позже были задержаны дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, у них обнаружены наркотические вещества. Водители иномарки правоохранители задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Между тем, интернет-общественность города провела свое расследование. В одной из социальных сетей блогеры разыскали страничку предполагаемого виновника и были шокированы опубликованным статусом. «Неважно, сколько человек ты убил. Главное, как ты уживаешься с теми, кто еще жив». Сейчас идет следствие. Мера пресечения будет определена в ближайшее время. Впрочем, в том, что виновник понесет справедливое наказание, уверены не все. В сети появилось мнение, что водитель иномарки может иметь влиятельных покровителей. «Связи родителей» не удивлюсь, что скоро окажется, что асфальт подпрыгнул под «Фордом» и тот потерял управление. Скорее кажется, что «Форд» был подброшен на место ДТП недоброжелателями. В дальнейшем может оказаться, что за рулем был не белокурый юноша-школьник, а его менее состоятельный друг без связей и прочих атрибутов беспроблемного существования в современном обществе. Сегодня после обеда в теме «В форуме на связи» появилось письмо виновника. Трагедия, напечатанная на компьютере. «Да, я понимаю, что свою вину я никогда и ничем не заглажу, и на коленях вымаливаю, и прошу у всех прощения. Умоляю, простите меня, если сможете». Так или иначе, определять наказание будет суд. За такое преступление виновнику может грозить до 9 лет тюрьмы. Ольга Пыречкина, Республика. Бывший заместитель начальника столичного ГИБДД предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено. Следователи собрали необходимые доказательства. По вине Владимира Коробкова в мае прошлого года в аварию попали несколько машин. Доказано, что обвиняемый, управляя личным автомобилем, выехал на полосу встречного движения. После столкновения с другой легковушкой сам блюститель порядка оказался целым и невредимым. Водителю и пассажирам малолитражки повезло меньше. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела растянулось почти на год. Было назначено множество автотехнических экспертиз. Изначально следователи подозревали, что люди пострадали от удара другого автомобиля. Но все собранные доказательства указали на вину Коробкова. Установлено, что за руль он сел в нетрезвом состоянии. В настоящее время Коробкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в части 2 ст. 264 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения. И такое обвинение предъявлено ему, несмотря на то, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет определения его нахождения в момент ДТП в состоянии опьянения. Этот факт подтверждается как показаниями лиц, находившихся на месте дорожно-транспортного происшествия сразу после этого события, так и видеозаписями, которые были в последующем выложены в сети интернет. Да зачем нужна эта математика? Таким вопросом порой задаются дети, которым лень делать уроки. Как наладивший учебный процесс, чтобы знания того или иного школьного предмета пригодились не только на экзаменах, но и в реальной жизни, об этом говорили педагоги, которые собрались в Чебоксарах на Всероссийскую научно-практическую конференцию. Если личность гармонично развита, то она вовсе не личность. Если ученик получает одни пятерки, то, вероятнее всего, ему трудно будет определиться со специальностью и выбрать жизненный путь. Вот такие неожиданные высказывания звучали со сцены Дворца детского и юношского творчества в Чебоксарах. Там в эти дни проходит Всероссийская конференция под сложным названием «Компетентностные практики образования и учет индивидуальных достижений». У нас принят федеральный государственный образовательный стандарт в школах. И впервые, кроме предметных результатов, ну вот как обычно мы понимаем по математике, по физике, то, что ребята пишут ЕГЭ, да, по химии, введены такие компетентностные личностные результаты. То есть каждый человек, который кончает школу, он должен еще обладать какими-то определенными компетентностями важными. И вот личностные результаты, то есть в чем-то должна быть именно прибавка к его личности, да, вот что-то он должен уметь. И вот вся конференция как раз посвящена этому. Подробнее о педагогических дискуссиях, выводах и рекомендациях в завтрашнем выпуске программы «Республика». Переменчивая погода влияет на дорожное полотно. Глубокие ямы создают помехи при движении и могут повредить автомобиль. Решением проблемы в холодное время года повсеместно стал ямочный ремонт. Он помогает восстановить ровное дорожное покрытие, чтобы создать участникам дорожного движения благоприятные и безопасные условия. Сегодня наша съемочная группа наблюдала, как проходит ямочный ремонт на улицах столицы. Каждый год по окончанию зимы разрушается до 3% дорожного полотна. Дороги нуждаются в обработке. Ямочный ремонт применяют во всем мире. Дороги города Чебоксары не стали исключением. В этом году ямочный ремонт не прекращается. С нового года мы занимаемся этим постоянно, потому что дороги на некоторых участках в плохом состоянии. Поэтому ямочным ремонтом бригада Дорокса занимается круглый год, в зимний период. За эти три месяца сделали около 500 квадратов, затрачено около 800 тысяч рублей. Каждую весну администрация города выделяет определенную сумму на восстановление дорог. Ямочный ремонт – работа трудоемкая и занимает много времени. Технология работы с использованием холодного асфальта начинается еще зимой и ведется до середины апреля. Сначала чистим яму от льда, от снега, после чего огнеметом греем, продуваем по заходу, проливаем битуму, закладываем асфальт, повторно проливаем битуму, после чего сверху накидываем песок и виброплитой уплотняем. По словам Андрея Дьякова, одна из причин плохих дорог весной – несоблюдение скоростного режима. Сохранение полотна зависит не только от дорожных служб, но и от простых пользователей – владельцев автомобилей. Хотел бы обратиться к автомобилистам. Я вас очень прошу, вот этот период до 15 мая просто соблюдайте скоростной режим, потому что все обращения к нам, которые поступают, автоэксперты заявляют. Если бы был соблюден скоростной режим, таких нарушений, повреждений на машинах не было. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в эфире национального телевидения «Чувашия» смотрите программу «Деловая Чувашия». Основные темы. Задача с переменами. Сокращается количество индивидуальных предпринимателей, которые, ну скажем так, осуществляют свою деятельность. Около 4 тысяч индивидуальных предпринимателей «Чувашия» сдали свои свидетельства. Бизнесменам открывают карты. Дорожная карта в общей мировой практике – это план, как двигаться дальше. Региональная власть пишет инвестиционную карту действий. Уполномочен заявить. Уполномоченный по делам предпринимателей по своему статусу и по моему внутреннему убеждению должен находиться на стороне предпринимателей. У предпринимателей «Чувашия» появился свой бизнес-омбудсмен. В ожидании кредитные оттепели. Бизнес хочет дешевых денег на длительный срок. Предприниматели и банкиры обсуждают, кто для кого и что мешает сближению. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Деловая Чувашия». Молодежный парламент при Чебоксарском городском собрании депутатов провел второе заседание. В нем принял участие глава города Леонид Черкесов. По его словам, новый консультативный орган сможет дать оценку и найти решение именно тех вопросов, которым ранее уделялось меньше внимания. Члены Чебоксарского молодежного парламента получили удостоверение. Как отметил глава города Леонид Черкесов, такой орган, несомненно, был нужен. Молодежный парламент должен быть во всех крупных муниципалитетах. Тогда и вся молодежная политика станет более адресной и эффективной. В то же время юные парламентарии должны понять, что на их плечи ложится немалая доля ответственности за развитие города. Вместе с депутатами молодые парламентарии будут работать над законопроектами в сфере развития молодежного предпринимательства, социальной политики, ЖКХ и городостроительства. На втором заседании молодые парламентарии утвердили состав четырех постоянных комиссий, избрали их председателей и заместителей. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. В Национальной библиотеке Чувашии прошла презентация второй книги-каталога Николая Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской Республики». Первая книга специального научно-справочного издания вышла в 2011 году. Теперь появилась возможность познакомиться с продолжением работы Муратова, директора Государственного центра по охране культурного наследия, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики. Во второй книге показаны историко-культурное наследие Мариинского посада и Цивильска, включенных в перечень исторических населенных мест Российской Федерации. В издании нашлось достойное место памятникам истории и культуры, расположенным на территориях муниципальных образований Чувашской Республики. В книге представлены и описаны памятники истории и культуры федерального и регионального значений, их цветные фотографии и планы зданий. Каталог объектов культурного наследия Чувашской Республики – первое специальное научно-справочное издание о недвижимых памятниках. Его материалы содержат самую основную информацию о памятниках, об архитектурных стилях, конструктивных и декоративных элементах зданий, об особенностях произведений монументального искусства. В конце издания дан дополненный словарь архитектурных терминов. Имеется перечень археологических памятников Чувашии с их краткими описаниями. Только что изданная книга уже востребована. 500 экземпляров разошлись по библиотекам Республики. Работа, которую в других регионах делают целые институты, многими десятилетиями сделали практически вы один с вашими коллегами, которые работают в институте. Спасибо вам большое. У ценителей декоративно-прикладного искусства и любителей национальной вышивки появилась возможность познакомиться с творчеством молодой вышивальщицы из Мариинско-Пасадского района Ирины Ефимовой. Персональная выставка дочери известной рукодельницы открылась в галерее Дома народного творчества. Организаторы выставок семью мастеров народно-художественных промыслов Ефимовых знают хорошо. Мама Татьяна Николаевна – мастер по керамике, батику, соломоплетению. Петр Федорович – профессиональный резчик по дереву. Признаются, для них явилось приятным сюрпризом, что мастеров народных промыслов Республики стало больше. Для себя, наверное, я сделала открытие про Ирину, я узнала буквально год тому назад. Когда мы увидели работу Ирины, мы просто были поражены. На самом деле, очень на высоком уровне. Чистая работа, аккуратная. И без слов, конечно же, мы сразу с радостью включили график. Если не читать орнаменты, просто как бы вот глупо их вышивать, наверное, такого уровня, качества в работе просто не будет. Их надо чувствовать, их надо понимать, ими надо владеть. Ирина с детства интересовалась рисованием. Составляла живописные композиции, занималась лепкой из пластилина и глины. Любила уединяться и рисовать мелкие орнаменты и узоры. Позднее девушка стала изучать каждый отдельный знак и орнамент. Незаметно для себя погрузилась в вышивание. Эта работа, занавесная, называется «Земля Чувашская». Она изобразила, как присущие в Чувашии, просто животный мир, древо жизни, переходящее в человека. Затем эти символы солнца, три солнца в Чувашии. Ирина постоянно в поиске новых идей признается, что хочет найти свой стиль в чувашской национальной вышивке, своеобразной подписью художника. Данифа Тагирова, Светлана Олегимова, Александр Петров, Республика. На всероссийских соревнованиях 2013 года по горнолыжному спорту и фристайлу чувашские спортсмены завоевали несколько наград разного достоинства. Сегодня победители чествовали в Минспорта Чувашии. О разновидностях фристайла в горнолыжном спорте мало кому известно. Могул, ски-кросс, слоуп стайл. Именно в этих дисциплинах спортсмены Чувашии показали свое мастерство. Слоуп стайл переводится как сильное скольжение. И это трасса, состоящая из трамплинов, примерно трех в обычном случае, и рейлов, и боксов. Простым языком это трубы, и на них нужно проехаться ровно, и можно еще показать предотвращение. Как и любой другой вид спорта, фристайл требует упорства и силы воли. И того, и другого ребятам не занимать, несмотря на юный возраст. Занимаюсь 7 лет этим видом спорта. Как в первый класс пришел, сразу пошел в горнолыж. В связи с выездом на соревнования в школе, конечно, не часто получается учиться, но по приезду стараюсь догонять. Особая благодарность тренеру. В каждой спортивной победе 50% успеха, а то и больше приходится на долю наставника. Поэтому, Валерий Иванович, спасибо большое вам за вашу работу. Несмотря на все трудности, сложности, вы идете к этой цели. Ну и хотелось бы, чтобы, конечно, тренерский состав у нас увеличивался. Потому что одному тяжело. У вас уже группа довольно серьезная. Вот сегодня только перечислили ребят, которые... Это уже длинная скамейка. Я знаю, там на подходе уже целые леяды. Елена Муранова, двукратную бронзовую призерку чемпионата России 2013, в дисциплине «Могул» участвовали особо. Кандидатка в Олимпийскую сборную России 2014 получила ключи от новой квартиры, заведающийся вклад в развитие спорта Чуваша. Екатерина Харитонова, Леонид Клейман, Республика. Телезрительница Екатерина прислала на наш электронный адрес ТВ собачка НТРК21.ру видео, сделанное в подъезде жилого дома. На стене она обнаружила листовку, предлагающую доставить на дом алкогольную продукцию с 22 часов до 6 утра. После звонка по указанному телефону оказалось, что для получения заветной бутылки нужно приобрести сувенир стоимостью 500 рублей. Кроме нарушения закона, желающие таким образом продолжить веселье, рискуют нарваться как минимум на некачественный алкоголь. Еще одно любопытное видео появилось в блоге Альберта Ильина. Он стал свидетелем эвакуации после эвакуации машин дорожными службами. Коммунальные службы, убирая дороги после снегопада, оригинально решили проблему припаркованных не по правилам автомобилей. Так, это улица Патриса Лунунбы. В районе домов 19 и 14. Сегодня 200 знаков явно как бы осталось, то ли стоянка запрещена. Вот так вот автомобиль закинут на Субробу. И идет попытка эвакуации транспорта Суброба, сказал бы спортивный комментатор Гусев, например. Вот так это все происходит в суровых Чебоксарах. Да, это я сюда надолго доехал. В любую секунду снег может провалиться под тяжестью автомобиля, и эвакуация не получится у нас. Автомобиль может упасть на бок, перевернулся. Водитель сейчас рискует не только своим автомобилем, но и своим здоровьем. Но владелец эвакуатора чувствуется профессионал. И вот машина почти затянута на поддон. Почти затянута. Но что-то пошло не совсем по сценарию. Да, 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 перепад высоты, друзья. Перепад высоты сантиметров 20. Получится ли это все? В Чебоксарах открылась медицинская клиника «Имуника» совместно с офисом независимой лаборатории «Инвитро». Какие возможности в обслуживании откроются для горожан – далее в сюжете. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Медицинская клиника «Имуника» считать открытой! Уже в первый день работы «Имуники» у администратора выстроилась очередь. Желающих сдать анализы и проверить свое здоровье оказалось немало. И это ожидаемо. Медицинская клиника «Имуника» тесно сотрудничает с лабораторией «Инвитро», обладающей международным сертификатом контроля качества. Результаты анализов готовятся в кратчайшие сроки и действительно во многих странах мира. В течение уже ряда лет «Инвитро» является лидером среди клиник диагностических лабораторий России. Они имеют четыре больших лаборатории в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. И вот в течение лета этого года откроется лаборатория тоже большая в Самаре. Лаборатории оснащены современнейшими лабораторными аппаратами, которые дают возможность качественно и в сжатые сроки проводить эти анализы. Клиника работает в шести направлениях. Есть терапевт, иммунолог-аллерголог, гинеколог, гастроэнтеролог, педиатр и онколог. А сдать можно более тысячи видов анализов. В нашей лаборатории проводится акция «Диабет узнай вовремя». Проводится акция с 21 марта по конец апреля. Вы можете бесплатно узнать уровень глюкозы в крови, при этом получить результат, который будет приниматься во всех учреждениях. Иммуника применяет индивидуальный подход к каждому пациенту. О готовности анализов клиент может узнать не только придя в офис, но и по СМС, электронной почте или по факсу. Также пациенту не стоит беспокоиться о том, что его анализы потеряются или перепутаются. На каждую пробирку наносится маркировка со специальным штрих-кодом. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.